Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 5 ноября 2020 года. Мне пришло письмо на тему ЖКХ. Но я сразу хочу предупредить, что информация, которая здесь в этом ролике дается, это мое личное мнение, она дается для ознакомления. Я ни к чему не призываю, ни на чем не настаиваю. Поэтому кто хочет, тот распоряжается информацией, полученной по своему усмотрению. Итак, мне пришло на тему ЖКХ. Письмо от Татьяны. Адрес почты я закрою, естественно. Вот такая информация. Галина, здравствуйте! Хочу поделиться своей тактикой в борьбе с поборами ЖКХ. Я более двух лет назад узнала о том, что бюджет компенсирует все дотраты по содержанию жилья. Сразу бросила платить, но не совсем. Вспомнила историю своей соседки. У нее были огромные долги по ЖКХ, но она и вправду получала копейки уборщица. И платила понемногу, но регулярно, каждый месяц. И компании ЖКХ ничего не могли сделать. Суд не принимал их иски. Вот и я так делаю. Мне присылают эти пустые попрошайки на теплоэнергию. 1900 рублей. Я плачу. Рубль 90. Мне ОК присылает услуги на 1600 рублей. Я плачу рубль 60. Свет я оплачиваю, как раньше, в СССР. Наши область 0,02 копейки за киловатт. Итого за месяц мне надо уплатить более 5000 рублей, а я заплатила 5 рублей с копейками. Такой номер не проходит только с Ростелекомом. Приходится за домашний телефон платить 300 рублей, иначе отключат и все дела. 4 раза за 2,5 года мне по электронной почте присылали письма без печати за подписью рядового специалиста одинаковые слово в слово о досудебном предупреждении о наличии и погашении долга за электроэнергию. Я им в ответ все 4 раза шлю свой ответ тоже слово в слово. Кстати, хочу обратить внимание еще раз. Вот видите, как присылают, на что обратила внимание Татьяна. Письма без печати за подписью рядового специалиста одинаковые слово в слово. Без печати какой-то специалист подписывает, то есть Филькина грамоты. Довожу до вашего сведения, что я не являюсь потребителем. Я человек, живущий по естественному праву живого человека, являюсь пользователем ресурсов, которые являются жизнеобеспечивающими, и платить за эти ресурсы человек не обязан. Итак, мы опять возвращаемся к теме самоопределению. Это то самое, о чем говорит Греф, это самоидентификация. Но это их слово и идентификация нашей самоопределения. Вот как меня поправили, совершенно верно. То есть давайте стараться будем говорить нашими словами. Самоопределение. Я человек или я физлицо? Вообще, кто я здесь есть? И в каком праве я живу? Если я человек, то я сюда родилась не благодаря там Грефу, Ротшильдам, Рокфеллером, сатанистам каким-то. Я здесь родилась по воле Бога. Ну, как и любой человек. То есть я дитя Бога. Я живу в естественном праве. И являюсь пользователем ресурсов, а не потребителем. Потребителем, для вашего сведения, являются юридические лица или ЭП, которые, потребляя эти ресурсы, создают новый продукт и получают на этом основную прибыль. Для цели чего они созданы и функционируют. Вот тоже главное, что надо понимать каждому человеку, когда он говорит, вы потребители. Нет. Потребители, это если мы юрлица, если мы коммерсанты или ЭП, или еще что-то, мы какую-то коммерческую деятельность ведем, вот тогда мы являемся потребителями. Если у нас жизнеобеспечивающие ресурсы, то мы пользователи. Это огромная, огромная разница в статусе и в статусе платежа в том числе. Потребители, скажем так, в его легитимности, вот за требования этих платежей. Потребителем, для вашего сведения, являются юридические лица или ЭП, которые, потребляя эти ресурсы, создают новый продукт и получают на этом основании прибыль, для цели чего они созданы и функционируют. Пожалуйста, те, кто еще только входит в эту тему, разбирайтесь с этой разницей. Разницей между потребителем, что означает, и пользователем. Огромная разница. Кроме того, поясните мне, каким образом все основные средства, с помощью которых ваша фирма подает электроэнергию пользователям и потребителям и получает при этом незаконную прибыль, оказались вашими. У вас есть акт передачи всех основных средств от СССР или у вас есть акт купли-продажи этих основных средств от третьего лица, или у вас есть договор дарения этих средств, или акт безвозмездной передачи этих средств от кого бы то ни было. А я уверена, что никаких таких документов на право владения этими основными средствами у вас нет, а значит и ваша деятельность является нелегальной и преступной. Тем более, что вы являетесь вымогателями денег у пользователей, человеков, для которых эти ресурсы являются жизненно необходимыми. И эти все ресурсы, необходимые человеку для жизни, оплачиваются из бюджета. Дело в том, что это так и есть. Вот сейчас разбираемся, но люди просто не могут в это поверить и не могут это понять. Потому что пока эта информация только вытаскивается единицами. Но это так и есть. И если ваша фирма считает меня потребителем, предоставьте мне договор, который я с вами заключала на поставку электроэнергии, и я обязывалась ее оплачивать. Ведь заключение договора с потребителями на поставку электроэнергии предусмотрено законом Российской Федерации. У меня лично такого договора нет. А нет договора, нет разговора. Также требую ответить. Вот смотрите, как она пишет. Требую ответить. Именно как власть, как человек. Потому что человек – это единственная власть. По второй статье Конституции проекта Российской Федерации. Человек – власть. Единственная власть. Также требую ответить. Первое. На каком основании все мои оплаты ранее поступали на счет 407-028 и так далее, а не на счет 408-21, как того требует закон. Кстати, проверьте свои платежки. Второе. На каком основании все платежи вы проводите по коду советского рубля до деноминации 810? Вот она здесь, в каждой платежке есть вот это 810. Многие уже это разобрались. Тем более, этот код запрещен был в 2004 году. Есть у меня ролик-фильм и также в интернете очень много роликов по поводу кода вот этого 810. То есть он не считается легитимным на территории РФ. Также предупреждаю, что все ваши действия попадают под нарушение закона об отмывании денежных средств, финансировании терроризма и иностранных компаний. К сожалению, это так. Нас всех подвели под этот закон. Мы все платим деньги, которые уходят на транзитные счета третьим лицам. И получается, что мы все, как народ, все, кто платит вот таким образом, на эти счета не проверяем, мы оплачиваем террористов. Мы оплачиваем собственную колониальную зависимость. Мы сами в этом участвуем, мы сами придаем сами себя. Вот так эти законы составлены. Народ просто этого не понимает. Как это не прискорбно, как это не больно, но это надо разобраться, в этом надо разобраться, это надо усвоить, чем мы на самом деле занимаемся все. Я не желаю быть участником ваших противозаконных коррупционных схем и махинаций, поэтому оплату вашей деятельности прекращаю. От финансирования иностранных организаций, офшорных компаний, куда вы переводите все мои платежи, категорически отказываюсь. Ответ требуют дать в письменном виде, а также по пунктам, с четким ответом по каждому пункту. Предупреждаю, что в случае отключения меня и моей семьи от жизни обеспечивающих ресурсов, это будет расцениваться как ваше участие в геноциде народа, краже принадлежащих народу ресурсов, грабеже народа через махинационные, коррупционные банковские схемы, как финансирование иностранных компаний терроризма. Каждый участник этой организованной преступной деятельности будет нести личную и персональную ответственность и не избежит наказания. Они на мои письма не отвечают, пишет Татьяна. Вот на этом все и заканчивается. С энергосбытом за электроэнергию. А поставщики теплоэнергии и воды вообще молчат по долгам, так как в их выписке из ЕГРЮ нет лицензии на право продажи тепла и воды населению. Управляющая компания тоже молчит, так как знает, что я знаю об этих бюджетных постановлениях о компенсации содержания жилья. За капремонт я не платила с самого начала ни копейки. За эти два с половиной года я сэкономила на платежах более 150 тысяч рублей. А я пенсионерка и 40 лет отработала в северных районах. Так что хорошие подспорья для жизни, тем более, что все продукты у нас и товары дороже, чем в той же Москве. Надеюсь, вам это в чем-то поможет. Я благодарю Татьяну за это письмо, за человеческую, гражданскую позицию советского настоящего человека, за смелость, потому что для того, чтобы отстаивать свою позицию гражданскую, человеческую, в естественном праве, то есть право человека на жизнь, надо сегодня иметь смелость. Потому что человек очень сильно рискует, он находится в оккупационном режиме, мы все в этом находимся. Но пока 90%, а может быть и более 99%, они, в общем-то, трусоваты. И только за счет этого и происходит беспредел геноцид народа. Только за счет трусости основной массы населения. Их даже человеками нельзя назвать, потому что они неосознанные. Человек – это тот, который все-таки осознанно делает выбор свой. Он начинает понимать и разбираться, для чего он делает то или иное действие. Осознанность, ответственность и воля к управлению. Управлению своей жизнью, своими ресурсами. Вот человек вышел в осознанность, он осознал себя человеком, живущим по естественному праву. Ну, я аплодирую. А мне это действительно под спорь, потому что я раньше не вникала в эти вещи. Я только год как начала изучать вот эту тему. Поэтому для меня, конечно, каждое подобное письмо и откровение, личная история – это замечательно. Я благодарю Татьяну. Надеюсь, вам тоже была интересная и полезная эта информация. Уверена, что кто-то воспользуется этим письмом. Я сделаю в PDF-формате, прикреплю ссылку под видео в закрепленном комментарии. Не под самим видео, а в закрепленном комментарии. Поэтому, если кто-то пойдет этим путем, ну, пожалуйста, пользуйтесь этим письмом, которое наши человеки, настоящие человеки, настоящие патриоты, не болтуны, а настоящие патриоты, они помогают. Вот простые люди, наши простые советские люди. Честь вам и хвала, и низкий поклон. Всем таким людям смелым. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами была Галина Кунышева. До свидания.